всем привет меня зовут Даша и это канал о вязании сегодняшнее видео будет влоговым прям таким влоговым-влоговым гулятельным я сейчас еду на встречу девчата собираются в переулке чайковского 6 в магазине lucky yarn italy и я тоже поеду я уже в той вторую субботу подряд прям туда езжу и меня сегодня отпустили как ни странно вот что хотела сказать в прошлую субботу это уже была и поснимала буквально наверно минут на пять что-то мне не настроение не было снимать вот это вот шмыгаю шмыгаю все время сейчас амбрузия как видите я даже глазки не подкрасила иду вот прям с лысым лицом вот потому что глаза чешутся нос чешется вся короче не хотелось мне прошлые выходные снимать а это думаю всю неделю в общем себя укоряла укоряла что не поснимала у иры там такая красивая сумочка вот как я вязала на каркас обвязывала и она следующую сумку уже тоже обвязывает каркас боже это такие детьми прям квадратиками я покажу в этот раз я надеюсь эта сумка у нее там студии и я покажу сейчас я вставлю кусочки что-то там я наснимала я не помню даже кусочки стой встречи ну раз уж наснимала надо все равно как-то выложить это и память потом буду может пересматривать кто-то может будет пересматривать девчонки вот а сейчас я кажется пропустила свою маршрутку а может не внимание если что на троллейбусе поеду вот и поснимаю уже сегодня как положено я даже подзарядное с собой взяла потому что думаю вот тех справа настроена телефон разряжать все до встречи а сейчас я с него с прошлой неделе видео ставлю давно ушли те времена когда ассоциации с вязанием было это бабушка сидящая в кресле и вяжущая носок уже и бабушки не те и носки уже другие некоторые возьмешь в руки работы молодых девочек и видишь что это произведение искусств для тех девочек кто хочет быть в тренде идти в ногу с модой я предлагаю научиться вязать это достаточно просто в нашей студии будет проходить курс для новичков где мы научимся всем азам который позволит нам развиваться дальше мы научимся набирать петли закрывать петли вязать эти петли разными способами учиться читать схемы а потом по этим схемам создавать уникальные узоры вязать мне обожаю здоровья покажись божаю здоровья божаю здоровья открывать божие это это не оксана она улавливает все мои вообще малейшие пожелания извините махати на меня махати на меня махати на меня махати на меня махати ой спасибо ой классно да а сейчас я еще один подарок сюда в студии подарок студии так ты шо я уже даже знаю что это это свеча свечки она нас фонсирует свечами свечами да романтик это я не знаю романтика версии такого не было не было а мне мой больше нравится девчачьи роза 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 xxl все можно включать божья красота какая это какой цвет это николай что ты понимала супе понимала ты понимала это николай ты на каком номере оксаночка это вот это размер 38 у меня не получилось чтобы вот она полностью была одинаковая если меньше а ты не обрывала вот это добавила у меня вот кусочек остался вот поняла да поэтому мы сегодня фоткаем носки николай я начала с николаев я заценила больше всего больше всего больше всех городов нас защищает до прикрывать следующее красоте мне так было на блузкам у нее распустился вот тут вот она была на резиночке распустилась я сушить а мне очень я связала с вязанием очень так это связала себе штучку привязала бретельки и дала влачу эти новую жизнь и люблю и это вообще класс такая красота и понизу да получается мне это наши ирия из креатившу скоро будет батюшки какая красота подождите дайте мне за горло подержать ты будешь делать это описание а на рукава будут очень-очень длинные и будут собираться вот такими складами вот отсюда до сюда будет вот такая вот кофре в оригинале 240 по моему в этом 210 820 хорошо у меня есть 800 ну да у меня есть вау ух ты ух ты ой, извиняюсь, Ирочка, запинаю тебя класс спасибо я тоже хочу а это что а это кто это я с залом крючком, чтобы вы понимали человек, который крючком почти вообще не вот это все хорошо супер но я предлагаю купить интересного цвета ну да ну понятно я жжела просто себе вот голову чтобы все было видно а загадка где-то чтобы какого-то на этого платья была видна ой, Ниночку спрячешь да ну раз ты это сама, дай хоть померить ну ну померить сначала я его связала, я не могла долго его носить, потому что у меня не было подкладки потом я нашла наконец-то подкладку пока я все это вместе сделала искала я один раз сфотографировалась, а потом очень очень а потом пересталась очень хорошо цвет волос вообще клево вот тут и оставайся, Олеся в этом сняшке подожди, сейчас я себе вкусняшки сказала доездиться ваши тарелочки были чистенькие где эти вкусняшки да я ж иду, ты видишь, если на чём приходит в кофту я уже готова я уже готова так, я тут зашла в магазин пряжи здрасте здрасте тут ученица сидит уже вяжет цепочку крючком, да? если что, это не моё не твоё? у неё вот это вот а, крючок в смысле? понятно я вас даже нашла сначала нашла по навигатору а потом хорошо, что меня здесь проводили тогда Олеся с Оксаной и вот я нашла я, короче, взяла вот эти вот пришла за этими двумя моточками потому что у меня прям душа болела, что они лежат тут без меня посмотрите, вот эта полочка они такие мигуськи я хочу Жене или добавить скорее всего может какой-то шарфик свяжу или не знаю или в шапочку ну короче такие ещё серенькие они как бы и под всё подходят вот а ещё я увидела здесь клубочницы мне кажется я в прошлый раз когда была здесь их не было их не было мы вечером в тот же день только принесли это дерево, да? да ой-ой-ой-ой ой какие красивые и тёмненькая и светленькая это для воды о, вот такие вот мне нравятся, что они не этот не этот если бы баба не знала, что это такое если бы родители не знали, что это такое они бы использовали их как подставку для бумажных полотенцев тоже можно, да очень даже, да очень даже, да такие крутилочки для бобиночек, для моточков и просто что мы поставим а что-то новенькое ещё есть или всё то же самое? Кловеры пришли, крючки на перстке большой очень приход наборы кловера 9 крючков их долго не было вот появились наборы? а где они? да какие красивые как зубные щётки лежат такие красивые ой, это что-то такое тоже крючочки? да какие красивые а вот такие измязали себе желтоголовое да а нет это мне подарили ааа наборчики здесь и крючочки и спицы вот красота а насочных нема? этих тоненьких спиц спиц насочные один внизу а эти металлические только, да? да ага вот такие красивые мне кажется нужно выбраться да ну в общем тут такая же красота глазки, носики ниточки вот эти вот блин тоже классные же ниточки такие красивые цвета вообще вот сейчас нет мало освещения этого искусственного и они прям круто передаются смотрятся выглядят красота так что я вот по дороге с троллейбуса вышла забежала в этот магазинчик нашлась самостоятельно все спасибо продолжайте извиняюсь что потревожила все взяла эти самые моточки и теперь кажется я вышла на Пушкинскую судя по брусчатке на дороге а вот памятник Пушкина точно я иду правильным путем а теперь я пойду в студию и там сейчас у Оксаны уже заканчивается наверное мастер-класс по беретикам я надеюсь я успею еще поснимать что там у девчат получилось вот вот ага вот Пушкин Александр Сергеевич стоит встречает вот пойду в студию и надеюсь поснимать окончание мастер-класса если меня конечно пустят в класс может я прослушаюсь так мы начинаем делать вахты в каждом стороне до победы пока все не убавится до победы пока у нас нет пока у нас не останется 8 петель можно никто не против если я поснимаю нет мы управляем до 4 либо мы 8 закрываем и не довязываем уже до 4 а если мы хотим сделать пимпочку то тогда мы довязываем до 4-5 мы делаем убавление делаем до 4 возле маркера да да перед маркером в правую сторону перед маркером перед маркером в правую сторону сейчас надо еще идти в правую сторону это прямо конспекты оттуда оттуда все абсолютно класс может я в прошлой жизни не учить не забыла я не знаю так еще не поздно и в этой побыть а тут эти беретики а это а это самое главное беретище да там беретище всем беретам берет класс кашемир ой 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 маленькой легкий да невесомый просто вот калисты вот это в кашемира он висит на машинке сел вот просто пряненько, ровненько. Он форму не держит вообще, если чистый кашемель. А гребяной или кардный? Я чистый не разбираюсь. Потому что гребяной, он же вообще струится, может кардный и держал бы? А, гребяной, да. Вообще вот тряпочка, просто мне прям обидно. Ну приятная штряпочка, на ощупь. Разве что на ощупь, типа полотенечко. Ой, какой красивый такой. Это, по-моему, по Юриному описанию надо у Юры будет приобрести. Ой, это что, буретный шелк, наверное? Судя по... Класс. Оксаночка, это бурет? Это... Похоже на бурет. Нет, это твит. Ну, твитовый. Да, да, это шелк с шелком. Бурет, шелк. Да, наверное, бурет. Класс. Это берет. Бурет из бурета, да. А этот я вчера видела, как он начинался. Да, видишь, вот, смотри, вот ниточка закончилась. Так. Вот, видишь, вот мы сейчас будем присоединять, и вот это мы его закончим. Здесь один моток? Да, здесь один. Обалденный, обалденный просто. Это у нас. А тут есть такие продажи или нет? Да, есть. Вот еще другой цвет. А мы сейчас посмотрим. Вот это очень, очень красивый цвет. А ну, сейчас тут даже в магазине Макияр такие есть продажи. А ну, Каська, мы пока тут посмотрим, пока Оксана. Посмотри, какой он. Ой-ой-ой-ой-ой. Красивый. Да. Вообще шикарный был бы тоже. И на билетик тоже. Очень хороший. Да. И цена хорошая, видите, и цвет хорошая, цена хорошая. И цена быстро надо покупать. На билеты, на шапки вообще будет чудесно. А какие-то еще есть цвета или только такой? Ну, вот такой и такой. А, и черный здесь тоже есть? Да, черный еще тоже есть. Ой, знаешь, какой будет красивый билет. Красный билет. Да? Буклет. Да. Я представляю себе уже вот этот билет. Ты его уже начала в мыслях, да? Да. Мыслях я его уже даже закончила. Вот он будет очень красивый вообще. Красивого цвета. Все маленького цвета. Все маленького цвета. Все маленького цвета. Снижешь полочку? Да. Это на машинке? Да. Вы попросите, я не понимаю. Ой, вообще, блин, тут красота. А схему где брали на кошка? В этом интересте. Не распечатали? Не, я это скриншот сделала и потом перерисовала. Я как-то в каком-то видео показывала этого котика. Это Лера вышивала по петлям. По петлям. По петлям. Когда уже связала и вышивала на полотне. Вообще обалдеть. А, блин, теперь можно распечатать у нас все принты. Да. Лерочка, свое платье покажите. Во все красе, а? Боже, линчее какое. Надо уметь их носить. Надо уметь еще их носить. Что уметь, да? Что там уметь? Блин, обалдеть. Это у вас лен, да? Ой, как красиво. Вообще. А у меня такого нету. Забирай. У меня большой. Выбирай другую пряжу. Какую мне пряжу под заказ? Вам еще не сет. Тут бобиночки. Пока девчата вяжут, я полазаю. А, пока девчата вяжут, я хотела вот эту бобиночку. Женка, по-моему, она меня ждет. Наверное, мне надо будет намотать на пару шапок вот такого. Потому что у меня мужчины мои заинтересовались такой расцветкой. Я носки вязала из мулине, вот такой черный с бежевой. И они такие оба прямо заинтересовались. Муж говорит, а можно на шапку? Такой я говорю, ну конечно чушь нельзя. Он говорит, мне понравился эффект. А, да. А ты образец видела? С нее? Да. Нет, не видела. Давай, показай. Ой, класс. Это тут во сколько? Боже, он мягенький такой. Вот на шапку просто. Смотрите, как он скрутился после стирки. Сколько тут ниточек? Смотри. Я уже стала ей нитки давать. И этот. Короче, тут, наверное, 4. Наверное, 4 ниточки. 4 или 5. Красиво на шапку. Прямо мне хочется. А какой он распушенный. Красивый. И вообще. Вон. И тут красота висит. Вот. Сейчас будем ждать девчат. Сейчас закончится урок. И девчонки подойдут на встречу. Давай. Показываем. Тетя Оля пришла. Ой, как красиво. Вот. Ой, как красиво. Мать моя родная. Какая красота. Офигеть. Сейчас. Давай. Сейчас Оксана примерит ее. Тетя Оля. Да? Вы просто. Не похожа на ее. Не. Вы вообще принимаете заказы? Нет. Вообще нет. Я только для очень близких людей пришла. А что сделать другим людям, чтобы попасть к вам в близкие? Ничего? Дружи. Приезжайте в студию на встречу. Знакомьтесь. Гурт. Гурт. Ну да. Я не знаю, откуда это. Это друг. Друг, да. Это даже в королевстве кровь зеркал был. Да, из королевства. Да, из королевства. И вот. Вот это моя, как сказать, сущность. Сущность. Друг. Сейчас Оксана выйдет. Ты знаешь, Даша, я так переживаю всегда. Я знаю, я тоже. Я поэтому никогда не беру. Вот, да. Вот подарок связать. И хорошим человеком. Замутки как говорится. Оксана. Ой, как красиво. Офигеть. Ну, пузико немножко убери. Откуда там пузико? Тетя Оля, не выдумываете? Нет. Ну смотри, почему это задралось. Ну, это грудь задралась. Ну, вот так правильно. Ну, пузико выдумывается тут. Правильно. Офигеть. Офигеть. А за поверхность. Как красиво. Мне еще не обращала внимание. Я сразу и... Какая красота. Зачем я должна обращать внимание, когда тут такая красота. И цвета как подобраны вообще. Боже, боже, какая красота. Тут, получается, тело поперек, а рукава это. Сейчас покажу. Давай. Пойду. А? А? Иди к вам. Чувствуешь? Потом сверху. Вообще. Очень красиво. Но это на машинке. Да. Боже, у меня до сих пор в мурашках все встают. А перфокарте? Так она сама какая. Кожурная вон тоже как. Тоже перфокарте. А ты здесь? О, да. А ты знала, да? Да. Ремешок подобрала? Да? Бусинки. О, отлично. Какая штука. Да. Правда? Да. А это всегда, да? Вообще идеально. Да. Узывочек завязать и будем вязать. А то так не закончилась какая. Оксана, ты аж сияешь. На фото оно по-другому. Да. Да. Очень. Очень. А тактильность такая. Просто хочется брать и кладить. Тетя Оля, вы прямо вообще. Да? Вообще. У меня нет слов на вас. Да? Да. Тетя Оля, коллекцию пора выпускать. Да. Ну да. Дашу такую связали красиво. В таком цвете. Оксане в таком. Нет. Даша мерила. Даша мерила. Даша в качестве модели была. Даша, я тоже собираюсь. Да? Да. Это без сестры. А Даша просто... Я была моделью. Я демонстрировала. Я демонстрировала. Я поняла. Класс. Смотри-ка меня. Гляньте, Лиля какую сумочку связала. Что? Это фирмуара. Да. А можно ее открыть? Лилечка. Да, конечно. Ну а потом она нам тричь и без подклада. Вот тут остатки. Ой, класс. Ага. Вот. А эти ты в две вязала? Мне только в одну. В одну все. Да. Это вот один моток, получается, вот на нее ушел. Очень красиво. Как раз я говорила. Вот сюда нужна жесткая подкладка. Ты знаешь, в принципе, мне не обязательно... Она же висит. Что она? Нет, донышка она жесткая. Донышка просто можно подвешить. Да, или взять две нитки. Нужно больше, конечно, возиться с самой ниткой. Нужно ее распределять и поддирать. А зачем? А чтобы полоски были... А нельзя просто подкладку? А, подкладку, конечно, можно. Да, плоско, конечно, можно. Тоже вариант. И она сразу будет держать боковые стенки? Там тоже будет. Да, очень круто. Нет, зон! Нет. Не работает, потому что проволока со временем... А!? Вот карамель. О, здоровый, здоровый. Ой, здоровый, здоровый. Да, здоровый. Такая красота. Ишановник. Очень диетармадяны. Веночек надо. Видите, девочка связала веночек из Рафи? Нет, я не видел. Мощный торт. Такой красивый. Поищу. Очень красивый. Надо поискать. Я бы даже такой взялась бы вязать. А что, по себе или нет? Пока все там болтали, пока я пропустила там красоту. Почему я пропустила? Потому что я смотрела здесь вот это, что мне Оксана вначале показывала. С которой она... Я тут опять. А я ж видела. Мы сейчас показывала. Ну, без танцев, конечно. Это было без танцев. А, дальше вы, да? Да, это так. После мастер-класса. Энергии много? Хорошо. Красиво, очень красиво. Так, вот эта вот Оксана... Я ж хотела посмотреть, сколько тут осталось вот этой красоты. Эта Оксана с этой, получается, вяжет берет. Очень красивый эффект получается. Вот эта вот светленькая ниточка. И она в альпаковом, наверное, пусть, в черном. 65 катона и 35... А, это меринос спушенный. Спушенный меринос. Вот такой. Вот этот цвет, который Оксана показывала. Я пока тут ковырялась. Смотрела и, видите, увидела вот такое вот. Оно тут все лежит в упаковках. Не сильно видно. Но если порыться, поковыряться... Вот это я, наверное, вытаскивала. Лежит не той стороной, что всегда. Вот такой обалденный цвет. Такой обалденный. Кашмиретта Голд. Я вязала из него шапку резинкой 2х2. И он очень-очень-очень комфортный, очень мягкий. Здесь состав 10% Кашемира, 70% Мерина Экстрафайн, 20% что-то там микрофибра, наверное, да? И у меня, по-моему, 2,5 мотка ушло на шапку. Но его, если постараться, то можно и в 2 мотка уложиться. Я с отворотом вязала шапку резинкой 2х2. Просто офигенная. Мне Женя сильно нравилась. Ей эта шапка, но она ее в итоге потеряла. Куда-то они, короче, ходили гулять. И было жарко. Ну, потом стало жарко. Она сняла ее и, короче, так она у нее где-то и потерялась. И я вот смотрю и думаю, ну, откуда мне сейчас вот это вот все набирать. Но она просто обалденная. Скоро осень. И вот не знаю. С одной стороны у меня есть этот... Cotton Merino от Drops. А с другой стороны вот это тоже по-своему классный. Не знаю, что не делать. Еще цвет такой красивый. Такой красивый очень цвет. И тут вот этот всякий Merino Sport тоже есть. Он красивые цвета. Серенький вот такой. А это что у нас? Саап, это этот шнурочек. Короче, тут столько красоты. О, тут еще целая упаковка вот этого цвета, которая сублим. Как Оксана вязала беретик, только другого цвета. Еще упаковка. Интересно, а черный еще есть упаковка или нет? Вот, если порыться, тут поискать. Суперкит Merino тоже очень-очень мягкий. Где-то я доставала вот такую упаковочку. Тоже очень-очень мягенький. Короче, тут надо приходить и вот это вот рыться. И можно найти красоты. Заходите. О, девочки уже кого-то приглашают. У нас фигурные продажи. У нас здесь все-таки. Подходите к воротам. Просовывайте руку. Находите кнопочку. Нажимаете и открываете. О, я все пришла. Какая красивая. Давай, рассказывай, что это на тебе тут. Что это на тебе тут? Это мафил. Так. Это, по-моему, Агади... Нет, Люциола. Это Агадира. А, это и то, и то мафил, да? С хлопком. Это чистый хлопок. А это вот не помню. Вот тоже хлопок. Ну, короче, красивый все равно. Да, тут люрекс. А, сейчас люрексом? Ой, да, вижу. На блестит. Да, чуть-чуть подглаживаешься. Блестящая женщина. Единственное что, белая коситка. Да? А вот что, видно? А, видно. И вот здесь. Покашивает. Не в ТО, не от парка, ничего. Поэтому приходится вовнутрь его. А, чтобы оно не... Да, да. Да, да. Раздала прицелы. Ну, да. Когда не знаешь, я так и так крутила, вертела. Я думала, из-за этого не взяла кусочек просто белым связала. Ага. И он вот такой, ну, короче, подкашивает. Я поняла, что... Ну, я надеялась, что оно... Ну, может, оно еще со временем расправится. Ну, красиво все равно. Да, конечно, красиво. На это уже не обращаешь внимания на косину, ты сейчас все внимание на полоску. Да. Очень круто смотрится. На белом вообще. Думала, думала, куда этот мотох, он у меня, знаешь... А, ну, один, туда, не сюда, да? Да, взяла на пробу, думала, для чего-то, может, думаю, детскую вещь, и так вот. Так и лежала. А это перебирала, перебирала, и вот так надо. Раз, по толщине, она, конечно, потоньше, но, в принципе, нормально. Отлично. Не полдела ничего, я ни спицами не игралась, ничего. Не взяла. Три с половиной, по-моему, и так не переходила ничего делать. Ага. Все, вырезала полностью. Ну, все. Класс. Все, и нарядненько так, и... Да, пробегайте, пробегайте. Красиво. О, не знаю. Ой, этот. Ой, и на второй этот вяжу. Там, кстати, по-моему, да? Не, вроде хорошо. Вроде не видно. Водичка. Сейчас я еще чуть-чуть провяжу. Вяжу это. Нормально, оно будет как раз пухом. Мне кажется, что да. Мне кажется, что да. Мне кажется, наоборот, будет красивый такой Милан дефект. Да, да. Мне просто так будет в очень маленьком месте. Ну, тем более. А вот... А, то есть, оно... Ну, не из всего будет этого, да? Да. Да, даже салон. Да, развеет немножко. Короче, покажу хозяйке будущем. Ну, да. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. А че это я не увидела их? Ой, да! Так вообще, случайно, серьгам года два лежали. Я их один раз одевала. Все. А это что-то оно, срыво, срыво. О, оно, да? О, что-то оно мне напоминает. Как раз, как раз. Так. Че ты хихикаешь? Давай. Нет. Так, это по Машиному. А, ну я видела в сторис у тебя, да. Я еще думаю, как у Маши. Это оно вообще по Машиному, да? Ага, тут цвет кошки нашей. Мы теперь кошки называем кошкой джемперного цвета. Джемперного цвета? Ой, класс. Это у тебя какие тут? Это шарлон с баловной и вот этот Машин нашел. Класс. Слушай, так прикольно получается. Ну, вместе, я имею в виду. Усподи, тебя тут две можно вставить в него. Это ты на себя? Ну да, он должен быть свободный. Прикольно. Я вот тоже думала. Ой, хоть и время взять. Все-то хочется, это хочется, блин. И прямо руки разрываются и не знаю. Но попробую. Мне же важно, не... Я понял. Так. Что там Лиля вяжет? Ну ладно, хорошо, я-то даже смой, от которого у меня на свитке. Не нельзя. Лиля, что вяжешь? Ты можешь тысячу, я же говорю. Вот только взять больше раз вяжешь. Экспериментальный свитер? Ну да, войти. Придумай, папа. Опять экспериментальный? Ух ты! Да, придумала походу. Кабуза придумала, прибавки придумала. Вот там уже вяжу и попробую. Уже красиво, мне уже нравится. Это крючком все? Крючок. Так ты вообще просто, ну все крючком вяжешь. Ты спицами не вяжешь? Я как-то отошла. Спицы не знаю, что-то мне не конец вязать. А, ну ты вяжешь, но мне не хочешь, да? Да. У меня вот вдохновение на крючок. Крючок меня вообще очень вдохновляет. Я что-то лично хочу придумывать что-то. А это что такое? Ой, я не знаю. Я нашла это в своих закромах. Что это? Велюрчик. Что это? Это хлопок. И я просто положила их рядом, подумала, божечки мои. Вот оно, да, да. Вот, ничего, сейчас достанем. Ты будешь пирог? Конечно. Сидит вяжет, а тут пироги уже едят. Да, да. С чего я буду пирог? С курицей. Я иду к Олесе. Остань, у вас курица курица. Курица курица. Есть еще курица курица. Это тоже курица не брала, да? Нет, ты сейчас стоишь? Я начала. Сейчас, сейчас. Вот, как всегда, путается. А, тоненькая. Да, поэтому я даже ее, этот. Наверное, да. Слушай, цвет такой классный вообще. Ну да, я такой. Я начала. Ну, понятно, что ничего не понятно. Оля, футболка, оля, хейворк. Я не знаю, что будет. Что-то будет, да. Ну, вот он, да, вот она разница. Перевинничка жесткая. Ой, какая мягкая. Да, и отпаренная. Прикольно. Я только помню там. Лето заканчивается, я завязываю. Не, ну что, ну ты же летняя и так навязала. Навязала. Ну, конечно, значит, это же помощь может поношу. Ибо на следующий сезон у меня уже будет готова. Ты будешь, да, подготовлена. Да, да. Лена, давай, демонстрируйся. Ты на кого похожа? Да, я вижу, что похожа на маму. На папу или на маму точно. Так, попробуй. Так, попробуй. Давай, показывай красотки. Я на Мусилова пробовала. Не знаю, как правильно это назвали. Так, это Рафия, правильно у тебя? Это Рафия. Боже, она лягушевая какая-то. Ну, видите, он еще не доделанный. Это я вчера, видите, такая еще не доделанная работа. Я даже пошла подкладку. Короче, надо закончить. Ира, у тебя такие фирмары продаются, да? Да. Вот у Иры этот лакияр продаются. Ну, вообще, должен был быть больше. Но я посмотрела, что я не хочу покупать Рафию. Ну, сделала она то количество Рафии, которое у меня было. Которое было, да? Да, потому что его можно делать меньше, больше. Но должен быть, по идее, прям вот. А это я шила перед выходом подкладку. Еще даже не успела посмотреть вообще на шума. Похот, ну, в общем. В общем, это все будет подкладка. Какой класс. Кармональ. Вот так. Только мы говорили про Рафию, что он меня упомянул. Вот так, ага, не поняли. Готово? Не поняли. Селена, посмотрим, что это. Классно. Классно. Ну, обычно первых людей всего делать. Классно. А потом наблотыкаешься, да? Да, посмотрим. Да, ну, посмотрим. Классно. Ну, тут без всяких этих ручек, без всего, да? Ну, подмышкой должна носиться. Ну, подмышкой, но может, может. Да, Афродит летний вариант. Может, цепочка сюда просит? Да, просит. Цепочка, хорошо. А за что ее тут прицепляют? Ну, вот так вот берешь за карабинчик. Нет, ты имеешь этот звук. А, за сам этот столбик? Ну, короны. А, да. Ну, я сама люблю цепочки, потому что в руках не всегда удобно носить. Ну, прям просто. Ну, что? Ну, что? Да. Ну, что? Ну, что? Ну, что? Ну, это было как-то их приятно, да. Неужели одна таблетка здесь? Красиво. Красиво. Вот так. А вот это у тебя что за красотинка? Это у меня прошлогодняя. Такая нарядненькая. Такая нарядненькая. Под платьишко. Да хотя и под джинсы тоже прикольно. Не пошла? Ну, ничего, мы с тобой сфотаем красиво. Да, да. Она мне? А она что делает? Красную? Ну, как ее сделать? Не, она это красная. Ну, покрасить. Просто. Да. Ну, у нее неудачный цвет. Этот цвет. Чего? Мне кажется, он наоборот под все. А, он не передается. Понимаешь? Давай попробуем передать. Красиво, но на фото он неинтересный, да? Ну, такое что-то непонятное. Понимаешь? А что это у тебя? Тоже рафия? Да. А, это вот такая вот плотная, да? Да, это надо было просто делать другого цвета. Ага. Я, возможно... Ну, она говорит, что не передается. Мне нравится во всех. А, во всех. Ручка физиографии. Вот такая ручня. Я не могу в историю. Кстати, в эту фото у меня тоже. Хочу закинуть меня в историю. Мы выбрали фон. Вот у нас от другого фона выгнали. Там, оказывается, нельзя было снимать. Ай, какая красота. Мамир снимает Оксану. Красота. Красотища какая. Оксана, научи меня позировать красиво. Красиво. Классно. Мастер-класс от Оксаны. Да. Красота. А ты так лучше потрогай, как сильно красивая вышиванка. Маколати. Ха! А, это в другом фильме может быть. И в другой фильм с ней. Ха-ха-ха. Высоти. Красота какая. А ну я поближе. Стой, вот так, стой. О, красиво как. Красотень. Весело, красиво. Ой, ветерочек какой красивый, хороший. И флаг так прям развивается. Боже, видите, это такое. Восемь лет, представляйте, нас не найдет. Оксана показывает, как ее дочка фотографировалась в восемь лет. Мы помыщем. Мы укусались, когда она вот это вот. Опять поза. Оксана, ты прямо... Ой, я слабая. Надо это, возраст 18 плюс ставить на видео. Боже, фонтан красивый. Кстати, народу так мало гуляет. Гуляет. Ой, как хорошо. Ветерочек. Фонтанчик. Красота. Ой, какое. А это дуб. Это дубище. Это осень, и надо будет прийти сюда за желудями и листьями. Посмотрите, какие классные манюночки. Да, дуби прямо. Класс. Вот она, вот она, вот эта будущая сумка. С квадратами, которые... Ой, вообще. А этот цвет есть у тебя сейчас? Блин, так прикольно смотрится. Лариза... Это да. А? Вот он. Вот это пасма номер 426. Обалдеть. Просто обалдеть. Подсолнух, я называю. Обалденно просто. Еще я не знаю, что я здесь как бы обработаю, но вяжу я ее в две нити, чтобы закрыть вот эти, да. И получается, оно, мне кажется, экономичнее. И когда я вяжу квадратами, ну, когда ведет так, полосками, мне кажется, что оно больше. А когда вот квадратами, даже можно добавлять свою какую-то ниточку, потому что... Оставшуюся, да, да, даже какие-то кусочки, моточки, все что угодно под цвет подобрать вообще. И так прикольно, что они все разные. И вязать как интересно. А вяжу сзади вот так вот, привязываю узелками. А, одно за дно это получается? Да, да, то есть следующую. И ту я тоже, кстати, вязала. Я не знаю, как ты вязала, но я вязала, я привязывала сразу, чтобы экономично я обрезала сразу нитки под корень. Не, я каждую прятала. А, потом ниточку. Сразу пыталась. Ну, это опыт просто. Ну, как удобно, да. Такие колеси разные вот эти вот. Надеюсь, что в ближайшее время, хотя не факт, что я вам ее покажу уже готовую. Да, очень круто получается. Очень. Почему я начала вязать квадраты? Я же не вяжу, но я шью. Так. И получается, мне очень нравится, а учиться это очень долго. И я решила вот так, думаю, а ну попробую. И вот такая вот красота у меня начала получаться. Ну, так квадратики сейчас модные, ты говоришь, да? Да, квадраты модные, мне очень нравится, но я не умею вязать крючком. Бабушки вот эти все, да? Да, очень мне нравится. И получается, я вот так вот пришла. Вышла из положения? Да, да, да. Художник всегда найдет выход. Да, 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 да. Класс вообще. Можно к сумке сделать квадрат. Это ручка. Ручка идет тоже с вязаным квадратом. Сейчас идет такой тренд. Я нашла у девочек, я не помню где. Они телефоны, вот как у Ани, видите, вот телефон. И вот вязаные квадраты вот так вот идет. И оно классно смотрится. Я скажу, почему я не уцепилась за эту идею, потому что с сумкой достаточно много цветов. И если еще и ручка будет разноцветная, мне кажется, будет мешанина. И я поэтому хочу... А если цепочку? Не, не цепочку. Хочу ленту, но однотонную под один из цветов. И, кстати, я смотрю, как это я не увидела у тебя вот эту пасту? Я не знаю, почему из нее никто не хочет вязать. Она шикарная. Потому что она у тебя... А ты хотела вязать? Можем поменять ее. Не, не начал. Ленка же выбрала себе цвет. Я бы тебе вот эту выбрала. Подождите, еще не вечер. Сейчас разойдется, да? Понравится. Ничего не надо. Да. Как всегда. Восемь часов аппетит приходит во время еды. Во время еды. Да. Сейчас я вам найду, я сохранила. А я тебя буду снимать. Давайте друг другу будем снимать. Ира на лесенку встал. Интересно. А потом стоишь, да? Все вяжут, все-таки молодцы. Ой, да. Да, молодцы. Прямо Лера тут пледом обновляет. Да, да, да. Вот к зиме будет красота. В смысле? Держите. В смысле холодно. Оксана носочки. Пледом утеплилась. Холодно, потому что похолодно. Красиво. Очень красиво. И цвет от персика. И так чувствует, что такое приятное. Я должна была тебя помахать. Привет. Ха-ха-ха. 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 Ну все, девчата продолжают сидеть, болтать. Вот эти наши красивые ворота. А я пошла домой. Я сейчас самостоятельно, даже без Оксаны могу на маршрутку сесть. На троллейбус не знаю, где тут садиться. Еще приехать на троллейбусе я могу приехать, дойти по этому. По навигатору. А здесь, наверное, не дойдут от троллейбуса. Но я зато знаю, как дойти на маршрутку. Вот. Спасибо всем большое за просмотр. И всем пока-пока. Вот вам оперный. Кто скучал в фонтан. Красота. 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 Субтитры создавал DimaTorzok